Добрый день, добро пожаловать на канал Перевод Жив. С вами Дмитрий Бузаджи, и это один из выпусков цикла, который мы решили назвать Переводческий дневник. Раз, раз, перевод жив. В настоящий момент я перевожу на русский язык роман Урсулы Легуин, The Layth of Heaven, довольно известной американской писательнице-фантаста. И я решил записать небольшой цикл коротких таких сюжетов, посвященных отдельным трудностям, размышлениям, которые возникли у меня в связи с тем или иным фрагментом этой книги, каким-то любопытным вещам, которыми иногда хочется поделиться. Пояснение по поводу сюжета я буду давать там, где это необходимо. В данном случае, надо сказать то, что один из главных персонажей этой фантастической книги о снах и о том, как они связаны с действительностью, можно так отчасти описать тему этой книги. Так вот, одного из главных героев зовут Джордж Ор. И в интересующем нас эпизоде речь идет о том, как он договаривается с девушкой по имени Хезер Лилаш встретиться. Она хочет его увидеть, кое-что у него узнать. И между ними начинают завязываться некие романтические отношения. Но в силу определенных причин он не приходит. И она совершенно взбешенная, она там прождала его час в этом кафе, никто не пришел. И она думает, что ей дальше делать и понимает, что, в общем, надо все-таки с ним встретиться, потому что, в общем, незакрытый гештальт. И она рассуждает о том, что ей, как бы, надо узнать, там, у него получить информацию о том, что произошло. Это тоже важно. И вот этот абзац, который нас интересует, начинается словами. She had to see that little bastard again, Mr. Either or. So, he stood her up for lunch. So what? She still had some questions to ask him. Ну, естественно, самое интересное в этом фрагменте, это вот эта вещь, Mr. Either or. Как я уже сказал, вроде бы, зовут нашего героя Джордж Ор. Имя его Джордж. А фамилия вот такая, ORR. И, в данном случае, эта женщина в раздражении, в потоке сознания, в несобственно прямой речи, называет его Mr. Either or. Ну, естественно, мы понимаем, что Either or, это, в данном случае, фонетически так же выглядит, как союз сложный английского языка, который выполняет функцию или-или. Either or. Почему она так его называет? Ну, видимо, потому что он не пришел к ней на эту встречу. Ну, свиданием ее еще, может быть, рано называют, но тем не менее. Но используется уже такой глагол stood her up for lunch, который обычно используется в тех ситуациях, когда на романтическое свидание кто-то не является. Вот, и, в принципе, герой во всей книге описан как человек довольно пассивный, безвольный, такой, который вот куда его, так сказать, посадят, там сидит, куда его пошлют, туда идет. И вот это, видимо, сочетание некой его безвольности, по крайней мере, на взгляд героини в данный момент, и то, что сочетание его ненадежности, там договорились, а он не пришел, вот приводит к такому обозначению Either or. Что нам делать? То есть, получается, что-то вроде говорящего имени, хотя в данном случае это такое казиональное говорящее имя, то есть, вот, как такое легкое обзывательство. Что нам с этим делать? Фамилию мы никак не можем изменить, потому что он у нас or по всей книге, и, в общем, ради одного этого случая переименовывать его в, там, Джорджа Или. Например, было бы неразумно, тем более, что критики усматривают возможный намек на Джорджа Оруэлла в имени этого персонажа, что, конечно, гораздо важнее, чем эта проходящая шуточка. Ну, можно было бы, конечно, в принципе, отказаться от видоизменения его имени и фамилии, просто как-то словами описать это раздражение, там, я не знаю, человеку, у которого семь пятниц на неделе, там, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но я как-то задумался, что бы по-русски мы могли сказать, если бы мы думали, что человека зовут Джордж Ор, и, возможно, эта фамилия нас как-то бы раздражала или привлекала наше внимание. Мы бы захотели что-то пренебрежительное сказать об этом человеке, исходя из его фамилии. Ну, вариант, на котором я на данный момент остановился, звучит таким образом. Надо все-таки снова встретиться с этим мелким засранцем, мистером Ором, не пойми которым. Да, он ей крутанул динамо, ну и что, к нему остались вопросы. То есть мы здесь как-то используем очень типичную, многофункциональную в русском языке рифму. Рифма очень часто в русском используется и для заголовков, для придания им какой-то экспрессии, и для шуток, и для обзывательств и так далее. Вот, и кроме того, данный конкретный эпизод напомнил мне сцену из замечательного фильма «Сладкая женщина», когда героиней Гундаревой встречается персонаж Янковского, которого зовут Тихон. И он как бы так возникает немножко случайно в электричке из ниоткуда. Она такая женщина практическая, скептическая, не готовая открываться людям и думать о них хорошо. И вот когда у нее идет некий поток сознания, то есть она сидит там в электричке, или не помню, или не в электричке, и думает, мы слышим ее внутренний монолог, она так ворчливо, скептически думает про него. Вот там, и этот еще Тихон с того света спихан, что весьма удачно показывает ее, в общем, и отношение к людям, и некое, такое немножко фольклорное деревенское происхождение. Ну, в данном случае у нас нету спихан, вот, но принцип примерно тот же самый. Ну, и, в общем, надеюсь, что он сработает для передачи авторского намерения. Спасибо.